Библейский портал экзегет.ру представляет мы их прочитаем сейчас, будут изречены по заповеди, данной еще Моисею. Итак, восьмая глава. Господь сказал Иисусу, «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и вставь, пойди, Гаю. Вот, я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его». Собственно, Гай означает долина, и, видимо, где-то в этой долине был и город под таким названием город Гай. «Когда грех истреблен из среды Израиля, когда поражены грешники, Израиль очистился, осветился и вновь готов к победоносным войнам, к взятию хананейских городов и сражению с неприятелем». Слышит Иисус дальнейшие указания. «Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе, сделай засаду позади города». Невозможно предать все города заклятию, иначе тогда они будут истреблены, и не останется ни людей, ни скотины, ни самих этих городов. И вот здесь Господь, повелев предать когда-то заклятию Иерихон, как первый город, первую крепость, другие города Господь уже не повелевает предавать заклятию. Что-то должно достаться в добычу израильтянам. «Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал, смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы». То есть здесь уже будет реальное военное сражение, не так, как было с Иерихоном, которые торжественно обходили семь раз вокруг, и в седьмой день еще семь раз обошли, и стены Иерихонские пали, когда зазвучали шафары и трубы, пали Иерихонские стены, и Израиль не пользовался в этом случае боевым оружием. этим оружием был разве что победоносный клич, который вырвался из груди израильских солдат. А здесь применяется военная стратегия, военная тактика, и используются военные искусства, военные приемы для того, чтобы этим городом овладеть. Израиль должен научиться воевать, а научиться воевать можно лишь участвуя в реальных военных сражениях. «А я, — говорит Иисус Новин, — и весь народ, который со мною, пойдем к городу, — говорит Иисус Новин, давая приказания и составляя засаду у города и позади. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них, используя Иисус военную хитрость». То есть как бы, показывая вновь, что испугались, вроде бы побегут, но лишь для чего? Для того, чтобы выманить жителей гайских из города, и люди, сидящие в засаде, нападут на них с другого края, они оказываются как бы в котле таком, можем сказать, используя современный военный язык. Жители Гая окажутся со всех сторон, окруженными, напавшим на них врагом. «Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут, бегут от нас, как и прежде, тогда мы побежим от них», используя военную хитрость. «Тогда вы, — говорит далее Иисус, — встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Нужно выполнить все, как говорит Господь. Город сжечь, а скотину не истреблять, скотина будет добычей. Таким образом, послал их Иисус, и они пошли в засаду, и засели между Вифилем и между Гаем. Вифиль — это бейтель, чрезвычайно важный населенный пункт в истории Израильского царства. Ему суждено будет стать тем местом, где израильские цари, а именно Иерваам Первый, объявят схизму, поставят одного из золотых тельцов, и какое-то время бейтель будет духовным центром израильского народа, северных колен. Бейтель неподалеку, видимо, от Гая располагался, и между бейтелем и Гаем была устроена вот эта вот засада. Бейтель, Вифиль, переводится «дом Божий». А именно с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа, то есть был в военном лагере. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю, впереди полководец. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу. И поставил стан с северной стороны Гая, а между им и Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем с западной стороны города. Мы можем мысленно, мысленным взором представить себе всю эту военную диспозицию. Наверное, можно было бы это изобразить на бумаге, и ход военного сражения, как это обычно делается на военно-исторических картах. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на средину долины. И вот видят жители Гая и царь Гайский, что происходит. Когда увидел этот царь Гайский, тот час жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение. Он и весь народ его на назначенное место предравниною. А он не знал, что для него есть засада позади города. И Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, такой трюк военный, военная хитрость, будто пораженные, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их и преследуя Иисуса, отдалились от города. Вот, думают жители Гая, сейчас мы набросимся на них, всех их истребим, оружие у них заберем. И израильскому полчищу придет конец. Но не тут-то было. А в Гае, в Эфиле, 17 стих, не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем. И город они свой оставили, отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу, Господь, верховный главнокомандующий, Иисус, лишь его заместитель, исполняет его приказ. «Простри копье, которое в руке твоих гаю, ибо я предам его в руки твои». Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Виде этот военный знак, сидевшие в засаде, 19 стих, тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. А что же жители Гая, оставившие свой город и погнавшиеся за основным войском Израиля? Жители Гая, оглянувшись назад, увидели дым от города, и этот дым восходил к небу. И не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Они оказались в западне. Их город захвачен и сожжен, впереди них израильское полчищо, которое заманило их к границам пустыни, а сзади них еще и засада. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде, взяли город, и дым от города восходил, возвратились и стали поражать жителей Гая силой оружия. И те из города вышли навстречу им так, что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, видимо, с двух сторон, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Захватили его живьем. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 тысяч. Не очень большой город, а израильтяне, как мы читали, выступили в него с очень большой армией, многотысячной. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Как тут не вспомнить его великого предшественника Моисея, который молитвенно простирал свои руки, когда народ по-израильски сражался с амалекитянами, которые хотели истребить израильтян, едва только покинувших Египет и оказавшихся посреди безжизненной пустыни перед этим огромным и очень хитрым народом амалеком с их армией. И вот тогда Моисей молился, его руки поддерживали как раз двое людей, один из которых был Иисус Новин, и вот теперь Иисус сам простирает эти руки, как давая знак боевой, и в то же время простирая их, эту руку свою с копьем, в молитве и по воле Господней. И вот этот же самый, почти жест, почти такой же, который использовал Моисей, он используется и здесь. Иисус не опускал руки свои с копьем. Что же было с добычей? Скот и добычу, читаем мы в 27 стихе, города сего, то есть Гая, сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И скот, и какую-то часть добычи, они разделили. Это уже не было заклятым, это было разрешено Господом, а значит, было позволено, чтобы это стало военной добычей. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню до сего дня. Говорит о раннем происхождении книги Иисуса Новина. Вот это вот, часто этот оборот до сего дня. То есть читатели, первые читатели книги, должны были там и сям, по всей святой земле Израиля, встречать эти мегалиты, или эти развалины, или груды камней, или что-либо другое, что свидетельствовало о тех славных событиях, когда земля хананейская захватывалась израильтянами во главе с Иисусом Новином и постепенно, шаг за шагом, становилась святой землей Израиля. А царя Гайского повесил на древе до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус. И сняли труп его с древа и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую граду камней, до сего дня. Опять это до сего дня. Немое свидетельство славных Иисусовых побед. Так описывается взятие Гая, но довольно пространная восьмая глава продолжается дальше. И дальше Иисус делает то, что заповедано было Богом через Моисея. «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал». Гора Гевал и стоящая напротив нее гора Горизим, между ними долина. И вот на этих горах должно исполниться благословение и проклятие. И оно будет произнесено, как сказано, как заповедал Моисей раб Господень сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. «Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем все сожжения Господу, и совершили жертвы мирные». В книге Второзакония говорится об этом, что так должно будет быть совершено. И вот так совершает Иисус и совершает Израиль. До тех пор, пока единым культовым центром в Израиле не стал Иерусалим, разрешалось приносить жертвы на жертвенниках во многих местах Израиля. И мы видим, что не только в Скинии, Скиния была странствующей, Мешкан, странствующий храм, и не только потом в Иерусалиме, в этом едином месте, но и приносили жертвы и на высотах, и сооружали жертвенники. И до тех пор, пока не было определено единое место при Давиде, при Соломоне, точнее, при его сыне Давида, Соломоне, пока не был построен храм, но до этого стояла Скиния, разрешалось приносить жертвы и в других местах. «И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми». Интересный такой оборот библейский. «Написал, который он написал». «Весь Израиль, старейшины его, и надзиратели, и судьи его, стали стоить с другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гивал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев». И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Видимо, имеются в виду те тексты, продублированные Иисусом Новином на камнях теперь. На камнях высечены надписи, они наиболее надежны, так сказать, пищи материалы, эти камни. И до сих пор мы имеем много-много камней, камень Меши, царя Муавского и другие различные петрографические памятники, когда на камнях высечены те или другие надписи. Например, вот в Ливане есть такая река Нагр-эль-Кальб, собачья река, и в ее устье очень много наскальных надписей, высеченных на камнях в скалах. И это и надписи Рамсеса II, и Асархадона, и других повелителей, вплоть до совсем недавних времен, до Наполеона III. И проходят века, проходят тысячелетия, а эти надписи свидетельствуют об исторических событиях. А вот здесь самое главное слово, божественное слово, божественные заповеди, божественное благословение и проклятие, высечены на этих камнях в память из поколения в поколение всему народу Божию. И вот здесь говорится о том, что Иисус прочитал эти слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Имеется в виду, видимо, 27-28 главы, 20-е главы книги «Второзаконие», 5-й книги Моисеева, где как раз и содержится текст этих самых благословений и проклятий. Из всего, что Моисей заповедал, не было слова, которое Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них, пред всем Израилем, в том числе пред пришельцами, пред герами. Народ, который живет среди израильского народа, называется пришелец. Израиль должен милостиво и дружественно относиться к пришельцам, то есть представителям неизраильского народа, живущего среди израильтян. На этом Библия настаивает постоянно. Сирота, вдова и пришелец — это те три социальные категории, которые находятся под особой защитой Божьей, которые социально не защищены в обществе. И, находясь под защитой Божьей, они оказываются под защитой Божественного закона и под защитой израильского народа. И почему Израиль должен по-доброму и милостиво относиться к пришельцам? Потому что, настаивает Священное Писание, Израиль сам когда-то был пришельцем в чужой земле. Все время проводится, приводится это напоминание Израилю. Помни, ты был пришельцем в Египте, поэтому помни, как с тобой жестоко поступали и несправедливо. Но ты поступай не так. Ты относись к пришельцам милостиво и по-доброму. Ты знаешь горечь жизни странника, пришельца, поэтому будь милостив к ним. Сам был пришельцем. Смотри, чтобы тебе вновь не оказаться пришельцем среди других народов. На этом заканчивается восьмая глава книги Иисуса Новина. О том, что было с Гаваоном и с жителями города Гаваон, мы прочитаем уже в следующей, девятой главе книги. Запись производится для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова